Когда мужчина через три месяца, три, два, предлагает вам замуж, и вы туда идёте, это с голодухи и от глупости. Вот и всё. Потому что адекватная женщина, которая в своём разуме, осознанная, она понимает, что три месяца — это ещё любовная лихорадка, ебашит по телу. И у него, и у неё. Когда мы влюблены, мы меняемся на какой-то период времени. На какой-то период времени, пока гормоны шалят у вас внутри, играют, вы меняетесь. И осознанная женщина, она понимает, что нужно подождать, пока эта лихорадка любовная пройдёт, и вот тогда смотреть, какой человек в истине, какой он, как я с ним контактирую, нравится ли он мне такой. Даже взять тот же секс, у вас, когда вы влюблены, у вас либидо намного выше, а либидо у партнёров должно плюс-минус совпадать, а не тогда, когда вам нужно каждый день, а ей там раз в месяц, понимаете? Но пока они влюблены, им хочется каждый день. Это одна часть сексуальной, сексуальная сфера. Есть ещё очень много таких сфер. Поэтому будьте осознанными. Вам проблем мало, девочки. Куда вы так бежите, торопитесь? Вот для три месяца... Девочки, девочки, ребята, всем здорово, Саныч, на связи. Слушайте, ну я могу у нас поздравить, ребята, у нашего сообщества появилась союзница, да? Я, вы знаете, давно наблюдаю за каналом этой чаечки, она, в принципе, такие даже, в принципе, как сказать, союзнические пакты для нас заключает, да? С девочками, конечно же, да? Ну сейчас она чего прямо говорит? Что не надо выходить замуж, торопиться, по крайней мере, да, ребята? Это нам на руку, на руку. Пока у девочки так называемый там гормональный угар, точно надо пока там подумать, якобы, на нас ей советую, да? А мужчина, может быть, тоже что-нибудь там дотумкает, что, может быть, все-таки в ЗАГС не нужно идти, может, на мой канал наткнется, с вами там побеседует, вы ему инфу подкинете, да, там и так далее. Там ты задумайся, куда ты прешься, куда ты зачем тебе-то надо, там и так далее. Вот, поэтому, в принципе, пойдет, да? Вот, насчет именно одинакового либидо, слушайте, ну, я понимаю, что она имела в виду в том плане, что, ну, чтобы вот по, так скажем, желанию интима у них примерно было что-то равное. Ну, отчасти я с ней согласен, ребят, ну, все-таки, вот, все-таки, трудно совладать с этим. В том плане, что, ну, вы понимаете, что, ну, ты же не можешь, допустим, там, на молекулярном уровне, на генном определить, там, какое у нас либидо, да? Чаечка, которая хочет, ну, та, которая пробита на инстинкт, она, даже если не хочет, она будет хотеть. Ну, у женщин такая психология, что ее, вот, знаете, как сказать, не то, чтобы силой берут, а вот самец хочет, и она хочет, ну, вот так вот они, именно это под властью инстинктов. Не то так, что она, допустим, просто, там, не пробита на инстинкт, а вот именно просто она, допустим, живет, да, там, она с какими-то там спит, как бы, но она особо таких, там, течки не испытывает, так скажем, да, на инстинкт не пробита. Ну, в общем, поняли, да? Когда же она пробит на инстинкт, ею движут инстинкты, то все это мой самец, там, у нее, там, выделения, извиняюсь, поляшком текут, как бы, вообще неконтролируемо, да? А у нее вообще нет такого понятия, я не хочу. Ну, действительно, там, может быть, такие будут моменты, когда, там, ну, там, действительно, она заболела, там, да, там, ну, там, я не знаю, там, очень плохое настроение, там, и так далее. Ну, все мы люди, все мы эмоциональны, там, и так далее, там, всякое случается в жизни, да? Но когда с ней более-менее все нормально, она видит, что самец хочет, как бы, он к ней, там, тянется, там, у него, там, бабака встала, как бы, для нее это уже все, как бы, то есть, ну, все, она хочет покориться, стопроцентно. То есть, захотел он, захотела и она. И, соответственно, допустим, если вы грамотно пробиваете чайку на инстинкт, это все делается автоматом. А если, допустим, вы уже ищете именно по критерии, типа, якобы, с, ну, примерно одинаковым либидом, типа, найти себе чайку, это неверно. Это и будет одним из всех сигналов, что вы женщину пробили на инстинкт, потому что она вам не отказывает в сексе без каких-то там видимых причин. То есть, если, допустим, ты захотел и захотела она, это один из самых верных признаков, что, как бы, она тебя хочет, ну, в общем, все нормально, да? Здесь чайка, она вроде бы как и союзница нам, да? Но с другой стороны, она более с позиции разума рассуждает, типа, вот, там, ну, притереться, посмотреть, типа, там, по быту, а, чтобы либидо было одинаково, как бы, но это уже разум, это не пробитие на инстинкт, ребята, а там, где правит разум в отношениях, именно с женской стороны, я сейчас прошу подчеркнуть, не с мужской. С мужской он всегда должен быть со стороны разума, позиции отношений, а с женщиной со стороны инстинктов. Вот тогда это будут гармоничные отношения, и в них все будут счастливы. Поверьте, если будет наоборот, то это будет олень и оленеводка, что, в принципе, у нас всегда это, собственно, и бывает, да? А когда, допустим, женщина пробита на инстинкт, она к нему тянется, а мужчина это все контролирует, отношения смотрятся более гармонично. Я думаю, вы с этим согласитесь, да? Когда же мужчина к ней тянется, там, на коленях ползает, ну, в оленячьем смысле, поняли? Там, добивается, там, ухаживает, там, и так далее. А это сидит королева на троне, как бы, ну, это уже оленизм чистой воды. Поэтому как-то так, ребята, пишите свои комментарии, конечно же, по этому поводу, вот, но, в принципе, я свое мнение высказал. Интересная позиция у чаечки, интересно. Давайте еще одну послушаем. И мужчина, как бы, слился. Ну, он вам пишет раз в неделю, раз в две недели, чего ты, как ты. Ну, и, в принципе, разговор дальше не, ничем приятным не завершается. На встречу... Опять-таки, ребята, еще раз акцентирую внимание. Обращайте внимание на их прямо вот, прямо слова, даже буквы. Ребят, что она сейчас сказала? Мы вот с ним пообщались, там, пару свиданий, и вот у нас разговор ничем приятным не заканчивается. Ребята, а чем приятным может закончиться разговор? То есть, либо, как бы, оральный, либо вагинальный, либо какой-то еще, как бы, так скажем, союз, понятно, да? Для чего и как, ребята? Ребята, она сама говорит, что для чаечки финал разговора, это приятно, чтобы ей было приятно. Та-да-да-дам, та-да-да-дам. В общем, вы поняли, да, ребята? Слушайте, чаечек, они, они фигни не скажут в этом плане. То есть, поговорили с ней, и в койку. Ей будет приятно. Никак не намекает, не предлагает. То есть, ну, такое, знаете, по сути, я тут, я там. И вот она сидит, не переживает, а почему мне не пить? Ну, по-моему, здесь все ясно. Мужчина не заинтересован в вас. Ему на вас все равно. Все равно. И вы вместо того, чтобы пойти на свидание с другим мужчиной, или заняться своими делами, своим каким-то саморазвитием, каким-то хобби, порадовать себя как-то, вы начинаете думать, а почему он вам не пишет? Или почему он вам пишет раз в неделю? Если вам мужчина пишет раз в неделю, он либо качели катает с вами, что сразу нахуй. Либо он не заинтересован в вас, вы ему не интересны. Какая грубая. И когда он вам через две недели пишет, это выход такая, да, Вася, привет, я, как дела, ты мне не писал две недели. С вами так можно. Вот для вас всегда будут такие мужчины. Понимаете? Умейте отсеивать мужчин. Любите себя, уважайте. Любите себя, уважайте, чаечки. Давайте на первом свидании. Чаечки. Объясняю сейчас для вас. Если вы хотите, чтобы для вас разговор приятным чем-то заканчивался, не парьте, мужчина, мозг. Ну, недельку пообщались, одно-два свидания, можно уже, в принципе, приступать, так скажем, к коленно-локтевым позам. Потому что это и будет приятное завершение разговора. Если вы его мурыжите, динамите, неделя-две-три, как бы потом удивляетесь, а что это он мне там перестал писать, что там несколько свиданий, он этот... Вопрос, а зачем ты ему тогда нужна? С тобой разговоры разговаривать? Слушай, я могу он с бабой Клавой посидеть на лавочке, как бы с ней там про пенсию, про Сталина поговорить там, типа вот это там. Сталина на них сейчас нету там и так далее. Там все бабы такие-сякие там ходят в коротких юбках. Семечки с ней полузать там и так далее. То есть вот эти вот разговоры можно с кем угодно там, хоть с кем по этот. Мы для того с противоположным полом и общаемся, чтобы общаться разносторонне. Ты понимаешь, что сами по себе разговоры, как бы, ну это, так скажем, комплекс неполный. То есть если, допустим, мы по-человечески с тобой взаимодействуем, то есть мы встретились там, друг другу понравились, там свидание два, хорошо, там мы видим, что мы друг друга хотим. Это видно как бы... Ну чайчик же начинается этот период, типа аааа, заслужить пилотку, за мной ухаживать, добиваться, чайчики. Сейчас не рыцарские вот эти вот времена, там когда там я там за чайчик там обещали полцарства, типа там они на турнирах друг друга охренячили. Нет, сейчас проще гораздо. Гораздо сейчас все проще. Понравились друг другу, чисто по-человечески повзаимодействовали, они парили друг другу мозг, и все будет нормально. И вот тогда у вас будут заканчиваться разговоры чисто приятностями, и вы не будете париться якобы там, а че он мне там не пишет и так далее. Он тебе напишет, если все будет по-человечески. Если ты ему не парила мозг, не пыталась разводить его на бабки там и так далее. Все будет нормально, он тебе напишет и позвонит, поверь мне. И ты ему сама напишешь и позвонишь, потому что приятно будет взаимодействовать. Вот и все. Ребята, кому интересна акция «Три курса по цене одного», пожалуйста, пишите мне в личку, дам вам подробности. Всем вам, ребята, прекрасного дня, настроения и отличного здоровья!